Урок 1. Художественное вдохновение. Привет, Анна. Я слышала, что ты работаешь над новыми художественными проектами. Как дела? На самом деле все идет очень хорошо. Я экспериментировал с новыми цветовыми палитрами и техниками. Отлично. Какие цвета вы используете в своих работах в последнее время? Что ж, меня очень привлекали насыщенные землистые тона, такие как темно-красный, оранжевый и коричневый. Я нахожу их такими теплыми и привлекательными. А. Они звучат как красивые цвета. Они создадут такую уютную и естественную атмосферу. Именно так. Я также поэкспериментировала с более смелыми и яркими оттенками. Яркие оттенки бирюзового, фуксии и солнечного желтого. Вау! Это действительно интересный микс. Контраст между земным и ярким, должно быть, создает эффектные произведения. Определенно. Я считаю, что сочетание этих двух цветовых схем действительно впечатляет. Держу пари. Возможно, это придает вашему искусству такую глубину и визуальный интерес. Урок 2. Занятие фитнесом. Привет, Анна. Ты в последнее время ходила в спортзал. У них есть действительно классное новое оборудование. Нет, я давно здесь не была. Какое у них новое оборудование? Что ж, у них есть потрясающие беговые дорожки, которые могут имитировать бег в гору. А стационарные велосипеды похожи на интерактивные видеоигры. Ух ты! Звучит очень весело. Я бы с удовольствием их попробовал. Может, мы могли бы как-нибудь пойти вместе? Абсолютно. Мы могли бы посвятить этому целый день, позаниматься кардиотренировками, поднять тяжести, а затем побаловать себя полезным смузи. Похоже на план. Я всегда ищу новые способы оставаться активным и мотивированным. Кроме того, будет здорово наверстать упущенное во время тренировки. Конечно. Я считаю, что занятия с другом значительно ускоряют время. И мы можем подтолкнуть друг друга попробовать что-то новое. Определенно. Мне не терпится ознакомиться с новым оборудованием тренажерного зала. Это будет увлекательное фитнес-приключение. Не могу дождаться. Для нас это будет отличный способ привести себя в форму и посмеяться. Урок 3. Помощник по искусственному интеллекту. Привет, Анна. Вы слышали о новом помощнике по искусственному интеллекту, о котором все говорили? Нет, у меня нет. Что это такое? Нет. Это все равно, что иметь виртуального помощника, который можно спросить о чем угодно. Вы можете получить ответы, помочь с заданиями и даже побеседовать с ним. Ух ты! Звучит потрясающе! О чем вы можете спросить? Буквально все, что угодно, от исследований до анализа и творческого письма. Это все равно, что иметь опытного друга, которому можно обратиться в любое время. Это так круто! Мне очень интересно попробовать его. Как получить доступ к этому помощнику по искусственному интеллекту? На самом деле, это довольно доступно. Вы можете скачать приложение или использовать веб-версию. И самое приятное то, что им можно пользоваться бесплатно. Это круто! Я обязательно это проверю. Это может быть очень полезно для самых разных вещей, от школьных проектов до повседневных задач. Абсолютно! Думаю, это революционизирует способы получения информации и помощи. Это как если бы у вас под рукой был личный эксперт. Урок 4. Паническое бегство в Калгари. Привет, Анна. Вы слышали о планах вернуть Калгари Стампет? Паническое бегство в Калгари? Я с этим не знаком. Что это такое? Это большое Родеа и шоу на Диком Западе когда-то было грандиозным событием в Калгари. Альберто. Но этого уже давно не происходит. А, звучит очень интересно. Почему они решили вернуть его обратно? Что ж, судя по всему, группа бизнесменов из Калгари собралась и собрала 25 тысяч долларов, чтобы возродить панику. Они хотели прославить ковбойское наследие города. Это действительно круто. Бьюсь об заклад. Это будет потрясающий опыт. Какие мероприятия и мероприятия входят в программу Калгари Стампет? А, всевозможные соревнования по классическому Родеа, такие как катание на быках, скакалка на телятах и гонки на бочках. Кроме того, обычно здесь проходят карнавальные аттракционы, живая музыка и много еды и напитков. Звучит очень весело. Я с удовольствием поеду, если у меня когда-нибудь будет возможность посетить Калгари. Оживление такого культурного мероприятия должно быть очень интересно для сообщества. Определенно. Думаю, это вернет городу много энергии и гордости. Мне очень не терпится увидеть, каким будет новый Калгари Стампетр. Урок 5. Мятеж на баунте. Привет, Анна. Вы знали, что в британском флоте мятежников обычно не вешают? В самом деле. Я этого не знал. Я думала, что за мятеж всегда сурово наказывали. Обычно да. Но был один известный случай, когда мятежников не казнили, несмотря на то, что они захватили корабль. Вау! Это действительно интересно. Что произошло в этом случае? Это был мятеж на корабле HMS Баурнти в 1789 году. Экипаж поднял мятеж против капитана, но когда их поймали, их не повесили. Это так удивительно. Почему мятежников не наказали более сурово? Что ж, это довольно сложная история. Известно, что капитан Уильям Блай был довольно жестоким и жестоким человеком. Поэтому мятеж был воспринят как вполне оправданный. Понимаю. Значит, мятежников отпустили с крючка, потому что капитан плохо с ними обращался. Именно так. Британское адмиралтейство решило не казнить их, их просто отправили обратно в Англию, где они предстанут перед судом. Урок 6. Дилемма избавления от беспорядка. Привет, Анна. Ты уже начала генеральную уборку? Пока нет, но я так и хотела. У меня в шкафу столько вещей, которые я больше не ношу. Мне знакомо это чувство. Я просто заглянула в свой шкаф и в итоге пожертвовала кучу ненужной мне одежды. Отличная идея. Мне действительно стоит сделать то же самое. Но иногда так трудно расстаться с вещами. Я вас слышу. Бывает сложно расстаться с вещами, даже если вы знаете, что ими не пользуетесь. Но когда вы это делаете, вы чувствуете себя так освежающе. Вы правы. Думаю, я посвящу этому день и по-настоящему займусь своим шкафом. Организуйте все и решите, что оставить себе, а что подарить. Потрясающе. Мне кажется, что быть безжалостным помогает. Если вы не носили что-то уже год, возможно, пора с этим расстаться. Хорошие замечания. На всякий случай я стараюсь держать вещи в руках, но на самом деле я, скорее всего, больше никогда не надену большинство вещей. Именно так. А пожертвование означает, что кто-то другой сможет им воспользоваться. От этого выигрывают все. Урок 7. Доминирование Бейпрут. Доброе утро. Знаете ли вы, что Бейпрут прославился благодаря тому, что он доминировал не только в одном, а во многих видах спорта? Вау, правда. Я этого не знал о Бейберуте. В каких еще видах спорта он преуспел, кроме бейсбола? Что ж, он был настоящим спортсменом. Бейпрут на самом деле был талантливым баскетболистом и футболистом в молодости. Это невероятно. Я всегда считал его просто легендой бейсбола. Что тогда заставило его переключить внимание на бейсбол? Очевидно, Бейпрут пренебрегла общепринятыми представлениями о женственности и мужественности. Его мастерство в этой области бросало вызов гендерным нормам того времени. Увлекательно. Удивительно, как он смог преуспеть в самых разных видах спорта, расширяя границы возможного. Бейпрут, должно быть, был невероятным спортсменом. Абсолютно. Его превосходство в мультиспорте и нестандартный образ сделали его настоящей иконой своей эпохи. Мне очень интересно узнать больше о разнообразной спортивной карьере Бейба Рута. Похоже, он интересная историческая фигура. Согласен, в нем есть гораздо больше, чем просто бейсбольное наследие. Это великолепная история спортивной универсальности и новаторских достижений. Урок 8. Постельные платья для вечерней одежды. Привет, Анна. Вы видели новую коллекцию вечерней одежды в магазине? Нет, у меня еще не было возможности его проверить. Что вы об этом думаете? У них есть красивые постельные платья, которые идеально подойдут для летних вечеров. А, постельные платья звучат прекрасно. Какие у них были цвета? Они имели мягкие оттенки розового, лавандового и мятно-зеленого. Очень романтично и элегантно. Эти цвета звучат так мечтательно. Бьюсь об заклад. Они будут потрясающе смотреться на летней свадьбе или вечеринке в саду. Абсолютно. Ткани тоже выглядели очень качественными, не слишком тяжелыми для теплой погоды. Приятно это слышать. Мне придется зайти в магазин и посмотреть. Платье постельных тонов – такой прекрасный тренд. Определенно стоит посетить. Весь раздел вечерней одежды в этом сезоне выглядел очень хорошо. Привет, Анна. Вы слышали о последних разработках в операционных системах? Нет. В последнее время я за этим не слежу. Что нового в мире операционных систем? Что ж, такие программы, как МСДАС, УНИХ, Макинтаж и Виндоус, появились на протяжении многих лет. Ах да, это некоторые из основных операционных систем, которые сформировали персональные компьютеры. Как они развивались? Каждый из них привнес в таблицу новые функции и возможности. МСДАС была одной из первых. За ней последовали более графические системы УНИХ и Макинтаж. И Виндоус действительно долгое время доминировала на рынке персональных компьютеров. Верно. Именно так. Виндоус основана на концепциях GUI – графического пользовательского интерфейса, впервые разработанных Макинтаж, и стала фактическим стандартом для большинства пользователей. Удивительно видеть, как операционные системы развивались и меняли наше взаимодействие с компьютерами. Определенно. Эволюция операционных систем была ключевой движущей силой технологического прогресса на протяжении последних нескольких десятилетий. Урок 10. Изучение фудкорта. Привет, Анна. Ты недавно была в новом торговом центре в центре города. Нет, у меня еще не было возможности его проверить. Что вы об этом думаете? Ах да, в настоящее время в большинстве торговых центров есть фудкорт. Что вы думаете об этих вариантах? Ну, на фудкорте есть дюжина или больше разных ресторанов и закусочных. Ух ты! Это большое разнообразие. Какая у них была еда? Все. От сетей быстрого питания до фирменных этнических кухонь. Было много вариантов. Отлично. Фудкорт – это удобный способ попробовать разные блюда в одном месте. Определенно. Открытая планировка со всеми столами и стульями позволяет приятно посидеть и расслабиться. Урок 11. Большой мир за пределами школы. Привет, Анна. Вы видели, насколько большим выглядело школьное здание, когда мы только приехали? Да. Я была поражена тем, насколько масштабной и пугающей казалась школа по сравнению с нашей старой. Знаю. Верно. Это было похоже на то, что перед нами открылся совершенно новый мир. Определенно. Поначалу пройти путь от небольшой районной школы до этого огромного кампуса было немного утомительно. Но было здорово адаптироваться к новой среде и всем возможностям, которые она предлагает. Абсолютно. За пределами нашей старой зоны комфорта есть что исследовать и открывать для себя. Именно так. Мы словно птенцы, которые учатся летать и готовы покорить огромный мир. Отличная аналогия. Такое ощущение, что мы расправляем крылья и видим гораздо большую картину. Да, это одновременно увлекательно и немного пугающе. Но я рада, что мы можем испытать это вместе. Урок 12. Через месяц. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы отдохнуть на месяц, чтобы полностью погрузиться в изучение нового языка. Что скажешь? Похоже, это отличная возможность. Джон, изучение нового языка может быть очень полезным. Я очень рад этому, но при этом немного нервничаю. Я никогда раньше так много не отдыхал от работы. Я понимаю, что вы сомневаетесь, но погружение в течение месяца может существенно повлиять на ваши языковые навыки. Изучали ли вы какие-либо программы или курсы? Я изучал несколько программ погружения за рубежом, но не уверен, какая из них подойдет лучше всего. Что ж, я рад помочь вам изучить варианты. Куда ты собираешься пойти? Я рассматриваю Испанию или Италию. Эти культуры всегда очаровывали меня. И то, и другое было бы замечательным выбором. Вам следует выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим интересам и стилю обучения. Это хорошее замечание. Мне нужно будет взвесить все за и против каждого места. Урок 13. Пикник в парке. Привет, Анна. Давай устроим пикник в парке на эти выходные. Это будет отличная возможность насладиться хорошей погодой. Звучит как прекрасная идея, Джон. Мне бы очень хотелось провести время на свежем воздухе. Отлично. Мы должны составить список того, что взять с собой, одеяло, закуски, возможно, игры. Отличное предложение. На десерт нам стоит взять с собой свежие фрукты, сэндвичи и, возможно, печенье. А. И не забудьте лимонад или чай со льдом, чтобы избежать обезвоживания. Определённо. И мы должны взять с собой портативный динамик, чтобы мы могли послушать музыку. Отличный звонок. Это создаст приятную атмосферу для нашего маленького пикника. Абсолютно. И мы можем взять с собой фризби или игру на лужайке, чтобы развлечься. Похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Это будет отличный отдых от привычной рутины. Урок 14. Друзья по фитнесу. Привет, Анна. Ты пробовала новые тренировки в последнее время. Я хотела перепутать свой распорядок дня. Привет, Джон. Я экспериментировал с разными упражнениями. Вы слышали о тренировках ИТ. Это очень интенсивная тренировка, но она отлично подходит для сжигания калорий. Хит. Звучит интересно. С какими движениями это связано? Это сочетание высокоинтенсивных кардиотренировок и силовых тренировок. Такие вещи, как прыжки с трамплина, альпинисты и приседания с прессом. Ух ты! Звучит очень интенсивно. Обычно я просто занимаюсь бегом трусцой и поднятием тяжестей. Как вы думаете, ИТ станет хорошим дополнением к моей рутине. Определенно. ИТ идеально подходит для повышения выносливости и наращивания мышечной массы. Просто начните медленно и прислушивайтесь к своему телу. Хорошо. Мне придется попробовать. Возможно, мы сможем как-нибудь вместе потренироваться в области ИТ. Отличная идея. Мне бы очень понравилась эта компания. Мы можем мотивировать друг друга даже в трудные времена. Звучит неплохо. Я с нетерпением жду этого. Пробовать новые тренировки с другом. Веселее. Урок 15. Тропический рай в Юго-Восточной Азии. Привет, Анна. Я слышала удивительные вещи об этом тропическом раю в Юго-Восточной Азии. Нам стоит спланировать поездку туда. Вау! Звучит так увлекательно. Что вы об этом слышали? Мне бы очень хотелось узнать больше. Что ж, я слышал, что пляжи просто потрясающие, с кристально чистой водой и белыми песчаными берегами. А от пышной тропической листвы должно захватывать дух. Похоже, это мое место. Знаете ли вы, какие там главные достопримечательности? Судя по тому, что я прочитал, в тропических лесах проложены невероятные пешеходные тропы, где можно увидеть все виды экзотических диких животных. А местная кухня должна быть необычной. МММ. Я уже мечтаю о вкусных свежих морепродуктах и тропических фруктах. Похоже, это место как раз в моем переулке. Определенно. В ближайшее время мы должны начать искать авиабилеты и жилье. Бьюсь об заклад. Это будет незабываемое путешествие. Не могу дождаться. Давайте сделаем это. Это будет потрясающе. Абсолютно. Я так рада побывать в этом тропическом раю вместе с вами. Урок 16. Традиционные похоронные практики в Северной Америке. Привет, Анна. Знаете ли вы, что в некоторых частях Северной Америки принято хоронить бедных людей за государственный счет? В самом деле, я этого не знал. Это интересно. Что еще вы можете рассказать мне об этой традиции? Что ж, это часто называют похоронами нищего. «Идея заключается в том, что государство обеспечит простые похороны без излишеств для тех, кто сам не может себе этого позволить?» Хм, думаю, в некотором смысле в этом есть смысл. По крайней мере, это гарантирует надлежащее погребение всех, независимо от их финансового положения. Именно так. Это способ сделать так, чтобы никто не остался без достойного места последнего упокоения. Приятно это слышать, но я полагаю, что для тех, кому приходится пользоваться этим сервисом, это должно быть деликатная тема. Определенно. Это можно расценить как своего рода стигму, хотя и призвано обеспечить элементарный уровень уважения и заботы. Я могу это понять. Это тонкий баланс между практичностью и сохранением достоинства. Абсолютно. Это интересная культурная практика, которая говорит о ценностях поддержки менее удачливых слоев общества. Урок 17. Духовное присутствие в американском правительстве. Привет, Анна. Знаете ли вы, что идея духовности пронизывает все американское правительство, от домов штатов до федеральных ведомств? Вау! Это действительно увлекательно. Я и не подозревал, что духовный элемент так глубоко укоренился в работе правительства. правительства. это довольно интересно. Это можно увидеть в архитектурном дизайне правительственных зданий, языке, используемом в официальных документах и даже в ритуалах и церемониях. Это действительно интригует. Можете ли вы привести несколько конкретных примеров того, как проявляется это духовное присутствие? Во-первых, многие здания Капитолия штата украшены произведениями искусства, статуями и символами, отражающими религиозные или духовные темы. А формулировки декларации независимости и конституции имеют прочную моральную и философскую основу. Хм, это действительно увлекательно. Думаю, это говорит о той роли, которую вера и ценности сыграли в формировании основ американского управления. Именно так существует глубоко укоренившееся убеждение, что в работе правительства и государственной службы есть духовный аспект. Мне это очень интересно. Это точка зрения, которой нечасто уделяют большое внимание, но она, несомненно, является важной частью политической и гражданской жизни Америки. Абсолютно. Это увлекательный аспект истории и культуры страны, который стоит изучить дальше. Урок 18. Замечательная красотка Дидриксон. Привет, Анна. Вы знали о невероятном спортсмене Бейби Дидриксоне. Она была одной из самых знаменитых спортивных фигур 20 века. Бейб Дидриксон. Не думаю, что я с ней знаком. Что сделало ее такой замечательной? Что ж, Бейб Дидриксон был американским спортсменом, который преуспел в широком спектре видов спорта, включая легкую атлетику, баскетбол и гольф. Вау! Это действительно впечатляет. Наверное, она была невероятно разносторонней и талантливой спортсменкой. Абсолютно! Она считается одной из величайших спортсменок в многоборье всех времен. На Олимпийских играх 1932 года она завоевала золотые медали в метании копья и беге на 80 метров с барьерами. Это невероятно! Преуспевать в таких разных спортивных дисциплинах действительно замечательно! И это еще не все ее таланты. После Олимпиады она стала профессиональной гольфисткой и выиграла 41 турнир LPGA, включая три крупных чемпионата. Невероятно! Должно быть, она обладала невероятной трудовой этикой и природными спортивными способностями, чтобы добиться многого в самых разных видах спорта. Определенно! Бейб Дидриксон действительно была первопроходцем и первопроходцем в женском спорте. Она проложила путь стольким спортсменкам, которые пришли за ней. Урок 19. Рост посещаемости матчей Бруклин Нец. Привет, Анна! Я думала о том, как увеличить посещаемость баскетбольных матчей Бруклин Нец, особенно среди афроамериканских фанатов. Хм, это интересная задача. Какие идеи вы имеете в виду? Что ж, я думаю, что ключевым моментом было бы по-настоящему пообщаться с местным сообществом и сделать игры более доступными и гостеприимными для самой разной аудитории. В этом есть большой смысл. Как вы думаете, какая информационно-пропагандистская деятельность и программы могли бы помочь в этом? Возможно, такие вещи, как проведение общественных мероприятий на арене, сотрудничество с местными организациями и предложение билетов со скидкой или специальных пакетов билетов. Звучит как отличная идея. Сделать игровой день более инклюзивным и доступным может иметь большое значение. Именно так. Я также думаю, что было бы важно рекламировать игроков команды и их истории таким образом, чтобы они действительно нашли отклик у местного сообщества. Абсолютно. Подчеркивание разнообразия опыта и рассказов игроков может помочь болельщикам почувствовать себя ближе команде. Определенно. Думаю, есть большой потенциал для расширения фанатской базы и превращения игр НЭЦ в культурную жизнь Бруклина. Урок 20. Йога и осознание своего тела. Доброе утро. Анна, вы слышали, что йога отлично подходит для осознания своего тела. Ах да, я читал об этом. Очевидно, что осознанные движения и дыхание в йоге помогают по-настоящему настроиться на свое тело. Именно так. Удивительно, как йога помогает лучше понять, как ваше тело чувствует себя и двигается. Определенно. Я обнаружил, что, регулярно занимаясь йогой, я гораздо лучше осознаю свою осанку, мышечное напряжение и даже небольшие боли. То же самое и здесь. Как будто йога дает вам шестое чувство собственного тела. Абсолютно. И это осознание своего тела может привести к улучшению баланса, гибкости и даже спортивных результатов. Абсолютно. Я заметила, что с тех пор, как я начала заниматься йогой, мне стало намного легче бегать и тренироваться. Приятно это слышать. Я убеждена. Я постараюсь включить в свой распорядок больше занятий йогой. Отлично. Думаю, вам действительно понравятся преимущества разума и тела. Дайте мне знать, если вам нужны какие-либо рекомендации по ЕГЕ. Урок 21. Вызовы бейсболиста. Привет, Анна. Вы слышали о проблемах, с которыми сталкивается бейсболист Курт Флут? Нет. У меня нет. Что произошло? Что ж, Флут был известным бейсболистом 1960-х годов и оспорил резервное положение лиги, которое, по сути, обязывало игроков играть в своих командах на всю жизнь. Ух ты! Это, должно быть, было огромным испытанием. Что он сделал? Флут отказался перейти в другую команду и вместо этого подал иск против главной лиги бейсбола, утверждая, что резервная оговорка нарушает антимонопольное законодательство. Это был смелый шаг. Как все вышло? В конечном итоге Верховный суд вынес решение против Флуда, но его дело открыло путь к современному свободному агентству в профессиональном спорте. Понимаю. Таким образом, несмотря на то, что он не выиграл дело, его действия оказали длительное влияние на отрасль. Именно так. Вызов Флуда, хотя на тот момент и не увенчался успехом, в последующие годы подход к защите прав игроков существенно изменился. Урок 22. Поиск пляжного жилья. Привет, Анна. Ты знаешь какие-нибудь хорошее место для отдыха рядом с пляжем? На самом деле, верю. В последнее время я искал пляжный отдых и наткнулся на несколько действительно хороших вариантов. Отлично. Хотелось бы услышать ваши рекомендации. Я планирую небольшой пляжный отдых и хочу найти идеальное место. Что ж, всего в нескольких кварталах от берега есть очаровательный маленький отель типа «Постель и завтрак», который выглядит прекрасно. Отель получил отличные отзывы благодаря уютным номерам и живописному расположению. Звучит идеально. А как насчет чего-то более современного и пляжного? Хм, дай мне подумать. Прямо на пляже есть новый роскошный курорт с потрясающим видом на океан и всеми удобствами, которые вам могут понадобятся. А, похоже, это мое место. Как называется этот курорт? Она называется «Побережье океана». Я слышал, что номера просторные, а бассейн просто фантастический. «Отлично, мне нужно это проверить. Спасибо за рекомендации. Вы предложили мне рассмотреть несколько отличных вариантов». Урок 23. Честность. Лучшая политика. Привет, Анна. Мне нужно тебе кое-что признаться. А что это такое? Что ж, на днях я сказала вам, что усвоила важный урок честности, но, по правде говоря, я еще не усвоила этот урок. Понимаю. Так вы мне об этом солгали. Да, мне очень жаль. Честность очень важна для меня, и мне ужасно тебя так обманывать. я благодарю вас за то, что вы сейчас об этом откровенно сказали. Честность действительно лучшая политика. Вы абсолютно правы. Я поняла, что лучше быть честным, даже если это сложно, чем пытаться что-то скрыть. Я рада, что вы это поняли. Честность укрепляет доверие, а это очень важно в любых отношениях. Вы совершенно правы. Обещаю, что в будущем буду правдивее. Я слишком ценю нашу дружбу, чтобы рисковать ею нечестным путем. Урок 24. Советы по путешествию на поезде. Привет, Анна. Я планирую свою первую поездку на поезде, и мне не помешали бы несколько советов. Можете ли вы посоветовать такому начинающему путешественнику на поезде, как я? Абсолютно. Я много путешествовал на поезде, поэтому с удовольствием поделюсь полезными советами. Отлично. У меня все уши. Что мне следует иметь в виду при подготовке к поездке? Ну, прежде всего, не забудьте прибыть на станцию немного раньше, на случай задержек или изменений в расписании. Хорошо, приятно знать. Что еще? Кроме того, убедитесь, что у вас есть все билеты и проездные документы под рукой. Рекомендуется перепроверить их перед посадкой в поезд. Понял. А чем-нибудь еще мне следует знать? Да, возьмите с собой закуски и развлечения для путешествия. Поездки на поезде могут быть долгими, поэтому самое главное занять себя. Отличный совет. Я обязательно возьму с собой несколько книг, журналов и, возможно, даже портативное зарядное устройство для своих устройств. Урок 25. Приключения животных. Это было невероятно. Я видела огромных серых слонов, игривых кроликов и даже страшно выглядящих крокодилов. Ух ты! Похоже на настоящее приключение. Мне бы очень хотелось это проверить. У тебя есть хорошие фотографии? Я так и сделала. Вот, позвольте мне показать вам. Посмотрите на размер этого слона. Он огромен. Невероятно! И о боже, эти кролики такие милые. Я хочу пойти погладить их. крокодилами. Знаю, верно. Но будьте осторожны с крокодилами. Они выглядели довольно свирепо. Отмечено. Я обязательно буду держаться от них подальше. Когда мы сможем пойти вместе? Как насчет этих выходных? Мне бы очень хотелось прогуляться по зоопарку вместе с вами. Звучит отлично. Мне не терпится увидеть всех удивительных животных. Я тоже. Это будет дикое время. Урок 26. Эффекты пульсации. Привет, Анна. Вы слышали о том случайном проявлении доброты, которое кто-то совершил на днях. Нет, что произошло. Мне нравится слушать истории о доброте. Судя по всему, незнакомец заплатил за кофе стоящего за ними в очереди человека. И этот человек затем тоже оплатил заказ следующего человека. Это невероятно. Удивительно, как одно маленькое действие может иметь волновой эффект. Не так ли? Абсолютно. Это просто говорит о том, как немного доброты может вдохновить других на то же самое. Знаю. Это так трогательно. Жаль, что в мире такого больше не будет. я тоже. Тебе действительно хочется выйти на улицу и сделать что-то приятное для кого-то другого. Определенно. Я буду следить за возможностями, чтобы распространять среди людей немного больше доброты. Отличная идея. Даже самые маленькие жесты могут иметь большое значение. Урок 27. Приключения на северо-западе Тихого океана. Привет, Анна. Вы когда-нибудь бывали на северо-западе Тихого океана? Нет, на самом деле я этого не сделала. Но я слышала, что здесь красиво. Почему вы спрашиваете? Ну, я подумывал о том, чтобы спланировать небольшой отдых там. Возможно, в Британскую Колумбию или даже Сиэтл. Звучит потрясающе. Пейзаж в этой части мира просто потрясающий. Знаю, верно. Я видела так много невероятных фотографий гор, лесов и берегов. Это определенно входит в мой список путешествий. На природе здесь просто так безмятежно и умиротворенно. Абсолютно. Я думаю, что прекрасная расслабляющая поездка для воссоединения с природой была бы идеальной. определенно. И еда в этом регионе тоже должна быть невероятной. А, я даже не думала о еде. Теперь я взволнован еще больше. Урок 28 Чувствительные предметы Привет, Анна. Я хотела спросить тебя о чем-то, но не знаю, как об этом рассказать. А, что это такое? Тебе всегда комфортно разговаривать со мной. Просто на днях я прочитал эту статью на деликатную тему. И это заставило меня задуматься. Понимаю. Что ж, вы знаете, что я здесь, чтобы выслушать вас, если вы захотите это обсудить. А чем была статья? Речь шла о негативной реакции некоторых людей на свои комментарии. Знаете, вся дискуссия о отмене культуры. Ах, я понимаю. Конечно, это может быть сложная и противоречивая тема. Да, именно так. Я не хочу говорить ничего, что можно было бы неправильно истолковать или расценить как оскорбительное. Спасибо, что вы относитесь к этому осторожно. Это сложный вопрос, на который нет простых ответов. Абсолютно. я просто хотел услышать ваше мнение, если вы не против. Понимаете, отвратительно не это фетва, а мое упоминание о ней со стороны куда более неумеренного мусульманина. Урок 29. В курсе мировых событий. Привет, Анна. Вы видели новости о возобновлении отношений Великобритании с Ираном в ООН в прошлом году. Нет, я это пропустила. Что именно произошло? Что ж, после многих лет напряженности обе страны решили восстановить дипломатические отношения в 1990 году. Это стало большим шагом на мировой арене. Ах, понятно. Это интересно. Интересно, что привело к этому решению. Насколько я понимаю, это было связано с меняющейся геополитической динамикой и желанием улучшить экономическое сотрудничество. Вполне логично. Глобальная политика иногда бывает очень сложной. «Абсолютно» стоит следить за тем, как эти отношения будут развиваться в будущем. Абсолютно. Подобные события могут оказать влияние на весь мир. Урок 30. Поэтические размышления. Доброе утро. Анна, на днях я как раз думала о своем любимом поэте. А, правда, кто это? У него есть прекрасная фраза о том, как «Во сне боль, которую невозможно забыть, падает на сердце капля закуплей». Ух ты! Это мощный и поэтичный образ. Я понимаю, почему он твой любимый. Да, в его произведениях есть такие захватывающие лирические качества. Действительно заставляет задуматься. Могу себе представить. В поэзии есть способ таким глубоким образом передать человеческий опыт. Определенно. Объединять слова так, чтобы они вызывали эмоции и смысл, это искусство. Абсолютно. Поэзия напоминает нам о красоте и сложности самых простых вещей. Хорошо сказано. Уметь воплощать эти универсальные истины в стихах – настоящий дар. Урок 31. Достижение целей. Привет, Анна. Как с тобой в последнее время справляются с работой? Ух, честно говоря, было немного сложно. Пытаться поразить мои цели было очень сложно. А нет, мне жаль это слышать. С какими проблемами вы столкнулись? Как обычно, сжатые сроки, ограниченные ресурсы, меняющиеся приоритеты. Иногда может казаться, что все идет наперекосяк. Могу себе представить, достижение целей в условиях высокого давления всегда непросто. Определенно нет, но я стараюсь сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на том, что могу контролировать. Отличный настрой. Очень важно держать голову выше. Так оно и есть. И я знаю, что я не одинок. Мои товарищи по команде в одной лодке. По крайней мере, это хорошо. Опора друг на друга помогает пережить трудные времена. Урок 32 Организация ванной Привет, Анна. Вы видели эти новые решения для хранения вещей в небольших ванных комнатах? Они выглядят очень удобно. Нет, у меня нет. О каких решениях вы говорите? Все что угодно. Полки над унитазом, подвесные тележки, компактные туалетные столики и тому подобное. А, вау, звучит очень полезно. В ванных комнатах всегда очень много места. Абсолютно. Кажется, что эти решения разработаны таким образом, чтобы максимально использовать каждый сантиметр и при этом не выглядеть загроможденными. Это великолепно. В небольших ванных комнатах может быть так тесно, если вы неправильно обставите их. Определенно. Кажется, что эти продукты решают многие распространенные болевые точки. Мне придется разобраться в этом. Все, что может помочь упорядочить крошечную ванную комнату, меняет правила игры. Согласовано. Удивительно. Какую пользу может принести правильное хранилище? Урок 33. Планирование приключений на открытом воздухе. Привет, Анна. Я подумываю отправиться в поход. Что скажешь? А, звучит захватывающе. Куда вы собирались пойти? Я пока не уверен. Я все еще на ранней стадии планирования. Но я открыт для предложений. Что ж, есть так много отличных мест для пеших прогулок, что выбрать сложно. Вы рассматривали северо-запад Тихого океана. Неплохая идея. Пейзаж там должен быть просто захватывающим. Определенно. Горы, леса и побережье создают невероятные впечатления от отдыха на свежем воздухе. Звучит как раз в моем переулке. Мне нравится так погружаться в природу. То же самое и здесь. Так омолаживает отключиться и просто присутствовать в моменте. Не могу не согласиться с этим. Хорошие путешествия в поход — это идеальная перезагрузка. Урок 34. Выбор лучших. Привет, Анна. Сегодня утром я пошел за продуктами. Я выбрала для нас лучшие фрукты и овощи. Отлично, Джон. Что ты в итоге получил? Что ж, я нашла несколько идеально спелых авокадо, сочных помидоров и хрустящего салата. Я также купил упаковку свежего сливочного молока. Замечательно. Молочные продукты так важны для сбалансированного питания. Абсолютно. Я позаботился о том, чтобы выбрать товары самого высокого качества. Я хочу, чтобы у нас были идеальные ингредиенты для наших блюд. Вы всегда отлично справляетесь с выбором лучших продуктов. Уверен, что все, что вы купили, будет очень вкусным. Я рада, что вы так думаете. Я потратил время на то, чтобы купить самые свежие и ароматные блюда. Мне не терпится увидеть, что вы приготовите на кухне, используя все эти фантастические ингредиенты. Я тоже. У меня есть несколько идей вкусных рецептов, которые, думаю, вам очень понравятся. Урок 35. Прекрасный новый наряд. Привет, Анна. Я заметила, что сегодня на тебе новое платье. На тебе это выглядит потрясающе. А, спасибо, Джон. я только что купил его на выходных. Это прекрасный темно-синий цвет с цветочными принтами. Звучит прекрасно. Вы купили другую новую одежду во время шопинга? Да, у меня также есть очень красивые сандалии, которые идеально подходят к платью. Отлично. Весь наряд выглядит очень собрано и стильно. Я так довольна своими покупками. В этой новой одежде я чувствую себя так уверенно и комфортно. Тебе это очень идет. У тебя всегда отличное чувство моды. А, ты такой милый. Мне просто нравится находить вещи, которые заставляют меня чувствовать себя лучше. Что ж, вы определенно преуспели в этом. Ты потрясающе выглядишь.